Все меня слышно, я надеюсь. Коллеги, добрый день. Рад вас всех видеть и слышать. Все очень интересно. Хорошая погода. Кобид уходит. Enrolme.ru – это система управления клиническими исследованиями, EDC и многое другое. Мы фокусируемся на неинтервенционных и малоинтервенционных исследованиях. И, в общем, за полтора года своего присутствия на рынке весьма эффективно убедились в том, что эта модель является работоспособной. А клинические исследования, любые, будь то дорегистрационные или пострегистрационные, так или иначе являются многофлановым процессом. Состоящим из набора ресурсов, включая исследователей, пациентов, документацию, управление данными и так далее. Безусловно, ключевыми причинами, по которым сегодня весьма активно развивается направление и клиникал, то есть набор цифровых решений для управления клиническими исследованиями, в том, что во вчерашней и частично в сегодняшней практике наземных, как мы называем, СИАРО, присутствует слишком много человеческого. В Фейсбуке есть такая забавная группа Clinical Research Mems, довольно самокритичная, она глобальная. И вот я взял оттуда картинку, которую вы видите сейчас на экране, типичный чек-лист работников СИАРО, включающий в себя подумать насчет обеда, поприставать к коллегам, выпить кофе и так далее. В то же время большая часть ресурсов управления клиническими исследованиями поддается автоматизации. И вот на нашей практике здесь, на этом слайде, представлено, какой уровень автоматизации доступен для управления теми или иными ресурсами. Будьте добры, следующий слайд, пожалуйста. Спасибо. Глобальный рынок клинических исследований растет, как обычно, вполне линейно. СКАГР примерно 6% и достигнет, как ожидается в 1926 году, уровня почти в 70 миллиардов долларов. При этом уже сейчас около 12% рынка клинических исследований, рынка СИАРО, освоено цифровыми решениями. И вот в отличие от общего рынка клинических исследований, рынок электронных решений, он растет экспоненциально, очень сильно прибавляет от года к году. Если посчитать за последние несколько лет, то средний КАГР составляет 13%. Что означает, что рынок электронных решений растет примерно в 2-2,5 раза быстрее, чем, собственно, рынок клинических исследований. Пожалуйста, следующий слайд. Каждый разработчик называет набор своих решений по-своему, поэтому единой терминологии здесь нет, за исключением, может быть, каких-то традиционных формул, как EDC или CTMS. Существует десятки разных модулей функциональных, существует уже на рынке, ну, наверное, около сотни компаний, по крайней мере, которые мы в своей работе идентифицируем и мониторим постоянно, с тем, чтобы понимать, в каком направлении движутся коллеги. И в этой работе, в этой нашей работе мы выявили для себя ряд наиболее перспективных направлений развития, которые я сформулировал на этом слайде. В первую очередь, это касается интеграции носимых устройств для удаленного сбора данных. Это такая вполне очевидная вещь, об этом уже говорилось выше. И, безусловно, по мере развития этих решений, система сбора данных непосредственно от пациента, минуя врача, даже совершенно точно минуя клинические центры, будет поступать в центры обработки данных. То, что здесь, в этом списке, это выделено зеленым, означает, что частично у нас эта проблема, этот вопрос вновь не решен, и мы стратегически работаем над этим, как нашим основным направлением развития. Децентрализованные исследования. На предыдущей сессии об этом тоже было сказано несколько слов. Понятно, что концепция медицинских центров, она себя изживает, она уходит в прошлое. Медицинские центры остаются ресурсом клинических исследований, техническим ресурсом, диагностическим ресурсом, логистическим ресурсом, в первую очередь, и ресурсом для поддержки дисциплины. Но с точки зрения управления данными, они, в принципе, не нужны. В enrollme.ru наш девиз «врачи вместо центров», мы в крайне редких случаях заключаем договоры с центрами, только если заказчики на этом по какой-то причине настаивают, работая исключительно с врачами, с врачами-исследователями напрямую, и с пациентами также напрямую. Использование искусственного интеллекта в управлении исследователями – это, в общем, довольно интересная, но непростая тема. Попыток довольно много, ни одной успешной на сегодняшний день. Ну, наверное, это связано с общим этапом развития искусственного интеллекта, а также особенностями оказания медицинской помощи, которая пока не может быть доверена роботу и вряд ли сможет быть доверена в полной мере будущему. Ну, какие-то отдельные элементы, обработка каких-то первичных данных, это также связано с следующим пунктом – анализ непараллельных данных для того, чтобы систематизировать данные реальной клинической практики, практики реального мира. Работы над этим ведутся. Но мои личные ощущения, что эта история будет активно развиваться не в этом году, может быть, пять лет, может быть, десять, как-то так. Коллеги, спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, я буду рад о них ответить. Продолжение следует...